МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алло, мы ищем дворников. Особенно зимой люди не хотят работать. В Казани не хватает дорожных рабочих. Об этом Анна Городнова. С новым домом! Дом новый, чистота, уют. Сколько татарстанцев сегодня получили ключи от новых квартир? Альбина Слагараева. Помощник на сутки. У меня есть такая мечта стать президентом. Как казанский школьник провел один день с Рустамом Минихановым? Знал Дмитрий Аринин. К Новому году с новыми показателями на Танэко в 2017-м переработали 8 миллионов тонн нефти. Планка на год будущий 9 миллионов. А еще новые марки бензина, керосина и авиатоплива. Развитие нефтехимии одна из стратегических задач от руководства страны. А для регионов дополнительные доходы в бюджет и развитие. Как будет развиваться Танэко и что для этого нужно, инспекцию провел Рустам Миниханов. Вот эта труба, она же стоит как-то. Да, я поэтому смотрю. Установки гидроочистки нафты, дизельного топлива и керосина на промышленной площадке Рустам Миниханов знакомятся с ходом строительных и пусконаладочных работ. Президенту представили развернутый план действий. Танэко это уникальный проект, который везет в нашей стране. Итоги уже на совещании. В этом году на Танэко переработали более 8 миллионов тонн нефти и произвели более 20 наименований продукции. Знаковое событие – успешное проведение планового капитального ремонта, позволившего предприятию выйти на пятилетний межремонтный пробег. Прогнозируется увеличение по сравнению с прошлым годом налоговых начислений в бюджете Российской Федерации и Республики Татарстан. 24,7 миллиарда рублей. В 2016 году было у нас 23,5 миллиарда рублей. В период с 2006 по 2017 год Танэко получило займов от главной компании Татнефть на сумму 287,7 миллиарда рублей. Производство авиационного топлива, гидроочищенного керосина, дизельного топлива, Евро-5 – это планы на будущий год. Также Танэко должна начать выпуск 92-го и 95-го марок бензина. Налоговые базы как для федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета города, но рабочие места новые, новые компетенции. И сегодня мы, реализуя этот проект, осваиваем новые компетенции. Напомним, что в 2009 году Владимир Путин лично посетил Танэко. Он отметил, промышленные объекты республики – это хороший сигнал для экономики всей страны. Рабочие места, выход на конкурентные рынки, добавленная стоимость. Это тот самый нефтехимический кластер, который движет экономику. А это в том числе и люди. Техническое учреждение инженерного, акционерного общества Танэко. Лучших работников предприятия сегодня отметили государственными наградами. Альбина Слагараева, Ищата Юб, Фальберт Шефигулин, ТНВ, Нижнекамск. Прирост до 30 миллионов тонн нефти ожидает получить в этом году компания «Татнефть». Прогнозы озвучили на Совете директоров. 50 миллиардов рублей направили на разведку и добычу черного золота. 36 миллиардов на развитие комплекса нефтехимии и переработки. На заседании подвели итоги исполнения бюджета «Татнефть» за год и утвердили на первый квартал следующего. Мост над бездной теперь такой есть в Татарстане. Сегодня в селе Никольское Спасского района сдали новый дорожный объект. Дорогу через деревню можно назвать одной из стратегических артерий республики. Именно через нее пролегает путь в туристическую Мекку Татарстана, в древний Болгар. Альбина Минебаева узнала, насколько теперь увеличатся возможности исторических центров. На дороге нам встречались разные мосты. И снежные, и ледяные. Но все они с приходом весны исчезнут. А этот мост останется не всегда. По новому мосту в селе Никольское даже Дед Мороз и Снегурочка смогут проехаться не один раз. Для жителей автомобилистов, туристов и республиканского бизнеса это новая опора. Старый мост был построен еще в далекие 80-е и для современных условий уж точно не годился. Впереди за мной исторический Болгар. Теперь до него добираться и безопаснее и быстрее. Два раза увеличится поток машин. Вы представьте, если мы сейчас в этом году принимаем 600 тысяч, значит дает возможность миллион, полтора миллиона туристов принимать. Мост построили за 61 миллион рублей. Объект должны были сдать в июне 2018-го, но строители опередили сроки. При этом строительство оказалось не из простых под мостом. Настоящая бездна. Речка глубокая, я ничего не говорю. Сваи забивали по 25-30 метров глубиной. Старый мост не соответствовал элементарным требованиям безопасности. Узкая дорога была, да, а сейчас вообще широкая. О создании комфортной и безопасной дороги в комплексе с мостами говорил и Владимир Путин. Президент отмечал приоритет в модернизации дорожной сетки. Это прежде всего безопасность и комфорт. Региональные, муниципальные и сельские дороги должны строиться в единой логике, чтобы транспортная инфраструктура была рациональной и удобной. Безопасность теперь на новой высоте, а старом мосте одни воспоминания. Невозможно было к нему подъехать, обкашивать как-то. А сейчас все отлично, прямо сделано. Мне уж 80 лет, доходит третий мост на моих глазах, вот я рядом живу. Сразу же видно, мост, во-первых, ровный, там уж никаких подгорок нет. Так что, айда, двигайся. Это восьмой мост в республике, который построили в этом году на подходе еще шесть. Значит, еще будет новый повод для приезда Деда Мороза. Альбина Минебаева, Марат Зайдулин, ТНВ, Спасский район. Снова отказ. Жители села Ленина Кокушкина Пестричинского района продолжают борьбу с исполкомом. Сегодня прошло очередное судебное заседание. Документы у сельчан на руках, но пользоваться своими участками больше они не могут. Выделенную еще в 90-х годах землю без ведома собственников пять лет назад перевели в категорию сельхозназначения. С тех пор постоянные суды, но и на сегодняшнем заседании, право на землю жителям отстоять не удалось. Но сдаваться они не планируют. В Пестричинском районе завершили программу переселения из аварийного жилья. В Бавлах сегодня также отметили новоселье. Ключи от квартир получили и жители Кукморского района. Всего новым жильем сегодня обзавелись более ста татарстанцев, в их числе и сироты. О глобальном переселении Альбина Солгораева. Егор, Лиза, давайте одеваемся, одеваемся и будем переезжать на новую квартиру. Все готово к переезду. Вещи собраны, посуда упакована. Семья Елены Владимировой жила в 28 квадратных метрах вчетвером. Дом старый, 64-го года постройки. Сегодня это одна из семей Кощакова, которые переселяются по программе аварийного жилья. Мое рабочее будет место. Открывая новую духовку, буквально открывая дверь в новую жизнь, теперь в уютной квартире найдется место каждому члену семьи. Дом новый, чистота, уют. Здесь я поставлю шкаф, здесь поставлю диван, здесь у меня будет телевизор и кроватку для детей. Елена Малякова получила квартиру как сирота. У нее двое малолетних детей. До этого не аютились у родственников. В гардеробную, да, у меня даже есть уже планы, как я ее обустрою. Два дома по 24 квартиры. Девять из них для сирот, а остальные аварийщикам. Таким образом, Пестричинский район одним из первых в республике завершил программу по переселению из ветхого жилья. Есть планы и по социальной ипотеке. По ипотеке? Ну, по ипотеке у нас планы, они всегда амбициозные. Мы каждый год по два, по три дома вводили. Вот в этом году мы ввели один дом 44-квартирный в Пестричах, 16-квартирный в Ленина Кокушкина. Эти дома, они все заселены. Следующий этап снос ветхого жилья, этим также занимается Госжилфонд республики. Как узнал то, что у вас новоселье, все свои дела отбросил и бегом к вам. Этот символический ключ от дома, самый долгожданный подарок Новому году. Бавлинцам его вручили детонаросы Снегурочка. Заехали в новую квартиру, как бы, в свое жилье. Как в сказке, можно сказать. Мы очень рады, всем спасибо, кто нам помог приобрести это жилье. 20 семей получили квартиры по программе социальной ипотеки в доме по улице Зиновьева. 24-квартирный дом был построен в кратчайшие сроки. Последний дом по социальной ипотеке строился в 2010 году. И вот, наконец, мы пробились и общими усилиями, с помощью прекрасных наших строителей, местных строителей, могли построить такое здание. Все квадратные метры уже распределены. В 12 квартир заселятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Работники бюджетной сферы займут 8 двухкомнатных квартир. Четыре такие же квартиры пока остаются в розыгрыше на сайте госжилфонда. Альбина Слугараева, Амир Залюшев, ТНВ, Пестричинские и Павлинские районы. Медицина европейского стандарта дошла до глубинки. Сегодня сразу в двух городах республики открыли поликлиники, где новое оборудование, современные кабинеты, электронные очереди. Это все теперь и есть в Альметьевске и Заинске, благодаря программе модернизации здравоохранения. В этом году на это выделили 7,5 миллиардов рублей. Одним из первых порог новой поликлиники переступает Рустам Миниханов. Еще недавно это медучреждение было в числе наиболее проблемных объектов в городе. За 20 лет существования такого масштабного ремонта здесь не было. Сегодня здание не узнать. Заходишь в такой осознащенный кабинет, приятный прием, все было замечательно. Как салатуре стало нашей. Не то, чтобы про болезнь не забываешь, что это перемешало. А лаборатория наша чудо стало. Анализ хоть каждый из них сдавали. Услугами третьей поликлиники пользуются более 40 тысяч альметьевцев. Следят за их здоровьем 250 врачей и медсестер. Вместе с внешним преображением пришли изменения, о которых пациенты могли только мечтать. Есть электронная запись на прием, телефоны и диспетчеры, круглосуточный травмпункт. В нашей поликлинике сейчас очень хорошие созданы условия для пациентов. Нет очередей, все приходят по предварительной записи. И это очень важно для работающих людей, потому что они не тратят себе личное время. В этом году в республике отремонтировали 77 медицинских объектов. Четыре из них в Альметьевске. А это еще одно новоселье уже в Заинске. В ЦРБ после капремонта открылся детский корпус с поликлиникой, стоматологией, офтальмологией. Здесь и круглосуточный стационар с новым оборудованием. На все работы было выделено 111 миллионов рублей. Владимир Владимирович Путин объявил одним из главных приоритетов. Это развитие детского здравоохранения. Все поликлиники детские в Казани, в Набережных Челнах, в Нижнекамске, в Альметьевске, они все уже отремонтированы. И это более 1,6 миллиардов рублей инвестиций. О том, как в республике выполняются майские указы Владимира Путина по здравоохранению, ему лично Рустам Мениханов рассказал только в начале недели. Все принятые проекты реализованы. Более того, Татарстан взял планку выше, полностью отремонтирует первичное звено. В новом году ремонт придет еще в 120 поликлиник. А лед все не тает. Сегодня Казанский исполком ответил, почему столичные тротуары в ледяной глазуре, а дворы в сугробах. Главный вопрос, кто ответственен за это, остался без ответа. Что увидели журналисты в пресс-туре, а что осталось за кадром, расскажет Анна Городнова. Ледяная глазурь вместо тротуара. Улицу Восход мы снимали три дня назад. Совершенно другая картина сегодня. На одном перекрестке спецтехника, дворники, дорожные рабочие. Вот так в идеале должны убирать снег повсеместно. И нет такой универсальной техники, чтобы, например, пешеходные переходы она могла налить, снять. И все, это приходится как-то вручную, таким дедовским методом, топориком, ломиком. 60% всех тротуаров столицы убираются вручную. Техника на узкие улочки просто не заедет, говорят чиновники. У нас реагенты не предусмотрены ни в регламенте, ни в бюджете города на посыпку тротуаров. Поэтому тротуары посыпаются либо песком, либо очищаются дворниками до асфальта. Но асфальт или просто потищенную дорогу встретишь далеко не на каждой улице, отвечают горожане. С ребенком просто невозможно ходить. Он падает постоянно. Люди падают, руки ломают, ноги ломают. Улица Ленинградская, дом 25. Сверху снег, а под ногами лед. Пару дней назад этот участок почистили. Вот они, глыбы льда, их до сих пор не вывезли. Теперь этот тротуар снова превратился в каток. Противогололедные реагенты предусмотрены лишь для автомобильных дорог. Поэтому в уборке тротуаров стоит рассчитывать только на силы дворников, снова говорят в исполкоме. Они в дефиците. В Казани не хватает более 2000 человек. Проблема в зарплате. Кого сейчас заползать? Конечно же нет. Но ладно, зато не задерживать вовремя. Убирать же тротуары помимо дворников должны и владельцы магазинов и аптек, которые эксплуатируют помещение в жилом доме. Город усилит за ними контроль. С начала декабря 72 административных делопроизводства уже возбуждено. 35 из них это в отношении содержания кровель, негативное содержание по образованию сосулек. При повторном нарушении должностные лица оштрафуют на 50 тысяч юрлица до миллиона рублей. Возможно, такие суммы подстегнут собственников здания и управляющие компанией. Как показала эта неделя, новых мемов не избежать. Анна Городнова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Движение без ограничений. Сегодня в Казани фонд соцстраха вручил ключи от автомобилей людям, пострадавшим на производстве. Проект реализуется с 2001 года. Он рассчитан на реабилитацию пострадавших. Разработали его совместно с Бюро медико-социальной экспертизы. Сегодня обладателями машин стали 23 человека. За 16 лет спецтранспортом уже обеспечили почти 800 нуждающихся. Вы смотрите новости Татарстана. Вот о чем далее. Помощник на сутки. У меня есть такая мечта. Стать президентом. Как казанский школьник провел один день с Рустамом Менихановым, узнал Дмитрий Аринин. В лидерах по производству молока и объемам зерновых, но... Цены на хлеб в магазине не упали, на молоко не упали, а вот рынок, я извиняюсь, дикий рынок. Об итогах года в сельском хозяйстве слава от Махмадуля. У президента сегодня новый помощник. Исполнилась мечта 16-летнего казанского школьника Амиля Нурулина. Сегодня он вместе с Рустамом Менихановым провел весь день. Об этом юноша попросил в своем письме президента. Рустам Мениханов просьбу поддержал. Как прошел такой необычный день президента и школьника, проследил Дмитрий Аринин. Это вот молодой человек, сегодня работает с нами. Этот молодой человек, что сегодня работает с президентом, десятиклассник Амиль Нурулин из 19-й казанской гимназии. Нужно всегда хорошо выглядеть. С озречениями Чехова ко встрече с президентом он готовился сам. Еще с вечера погладил рубашку и костюм. Всем привет! Доброе утро! Обычно будни юноши проходят в школе и дома. В будущем он хочет стать управленцем и даже больше президентом. И для этого сейчас решил поучиться у Рустама Мениханова. Все началось с письма президенту. Узнать, что он делает, как насыщенно, ненасыщенно. Ну, понятно дело, что он насыщенно, но что именно. Может быть, как-то подготовиться к этому, чтобы какие-то качества развить в себе. Друзья по школе и учителя такому решению не удивляются. Говорят, Амиле всегда отличали смелые поступки и недетские рассуждения. Когда на уроках что-то несправедливое кому-то ставит оценку, он всегда за справедливость требует. Например, мы часто разговариваем о татарском языке, о проблемах государства. У него свое видение. Ему очень интересно проблемы республики. Ему интересно, что у нас будет в республике. Родители добавляют, Амиль очень трудолюбивый. 22 сентября день рождения, а 22 декабря встреча с президентом. Сегодняшний рабочий день президента можно было смело назвать рабочей поездкой. С утра до вечера был запланирован целый ряд мероприятий в разных частях республики. Это аппаратные совещания в Казани, потом заседание в Нижнекамске по Танеко, посещение Альметьевска и потом снова в Казани встречи с журналистами, ректорами вузов и еще одно аппаратное совещание. На Танеко на примере строителей Рустам Мениханов дал урок Амиле Нурулину, что задание нужно выполнять в срок. И хороший руководитель это без внимания не оставит. О том, что нефтяная промышленность – один из драйверов Татарстана, а деньги должны идти на пользу людей, школьнику наглядно показали в Альметьевске. Как отвечать даже на самые каверзные вопросы можно было поучиться на встрече с журналистами. Конечно, много из одного дня с президентом осталось за кадром. Но точно можно не сомневаться, такая президентская школа станет событием в жизни юноши. Дмитрий Аринин, Марат Саидгораев, Анна Городнова, Алина Бережная, Данил Филатов, ТНВ. Дикий рынок, так назвали Минсельхозе Республики, недостачу выручки в полтора миллиарда от реализации молока. В ведомстве сегодня подвели итоги уходящего года. Так, Республика стала передовой сразу в нескольких отраслях. Узнал в каких и почему это не отражается в ценах на прилавках, разбирался Салават Мухаммадуллин. На улице уже вовсю валит снег, а вечно зеленые елки становятся разноцветными. А это значит время подводить итоги в сельском хозяйстве. В 2017 мы первой в стороне по производству молока, картофеля и в лидерах по объемам зерновых. Для татарстанских аграриев этот год можно назвать удачным. Но ложкой дегтя в этом случае стал экономический фактор. Цены на хлеб в магазине не упали, на молоко не упали, а вот рынок, я извиняюсь, дикий рынок. Большие объемы в сельском хозяйстве уронили цены на внутреннем рынке. Выросли объемы растениеводства, животноводства, поставлен рекорд производства сахарной свеклы. Насыщению продовольственного рынка способствует больше тысячи семейных ферм. Их поддерживают льготными кредитами и субсидиями. Больше полутора миллиардов за последние шесть лет получили и крестьянско-фермерские хозяйства. Развитие села в приоритете государства. Россия планирует выйти в лидеры мирового рынка по производству продовольствия. Качество нашей продукции по приемлемым ценам доказывают сельхозярмарки. Субботняя прогулка по ним уже традиция для многих татарстанцев. Здесь относительно все свежее, чисто, есть тележки. Здесь все натуральное, мясо, яйца и молоко. Все, что мне надо, купила. Все устраивает нормально. И мясо дешевое. Общая сумма продукции на 14 сельхозярмарках только этого года уже перевалила за миллиард. Это результат географии субботних прилавков. Последние народные ярмарки 2017-го пройдут уже завтра в каждом уголке республики. Слават Мухмадулин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Память, которая должна жить вечно. Сегодня Общественный совет Единой России подвел итоги партийного проекта «Письма с фронта». Все, кто поддержал проект, отметили благодарственными письмами. А наша телекомпания получила сразу четыре. Именно на ТНВ проект стартовал фронтовые письма. В атмосфере военных лет прочли депутаты госсовета. Лина Зинатулина вспомнила яркое начало акции и заглянула в планы организаторов. Если так дело пойдет и дальше, то действительно скоро Фризом придет капут. Плачущее небо и памятная дата на календаре. В годовщину начала Великой Отечественной стартовал проект «Письма с фронта». Он открылся масштабным телециклом на нашем канале. Сегодня за пронзительную атмосферную работу награждают главного режиссера. Алмаз Акберов делится. Самой сложной, но самой интересной задачей было перенести зрителя в те дни, когда эти письма рождались. Проект получился вневременным, стирающий границы между прошлым и будущим. Он зацепил нас и всю творческую бригаду. Отработали очень душевно. Постарались передать максимально эмоции, которые там живут. Сердце наполняется жгучей ненавистью к врагу. Кулаки невольно сжимаются. Эмоции до сих пор живут и в тех, кто тогда стал голосом и лицом фронтовых писем. Одна из них Татьяна Ларионова, координатор проекта. Когда очевидно, что где-то свистят снаряды, когда непонятно, будет ли этот человек жить завтра, когда непонятно вообще, дойдет ли это письмо до близких, родных, любимых, кому это письмо отрисовано. И вот все это вообще, когда читаешь письма, чувствуешь мурашки по коже. Глобальная идея и всего неделя на реализацию. Для телеканала это был вызов, который невозможно не принять. Мы сами получили огромное удовольствие, прикоснулись к этому. Это действительно один из лучших проекта, который мы выконали в этом году. И, конечно, это тема, которая трогает дубы, блины души. Благодарность библиотекам, семейным архивам, школьным музеям, с миру по нитке, чтобы память жила вечно. А на сайте архивов Татарстана уже разместили больше полутора тысяч писем. Столько же в обработке. Письма с фронта лишь часть партийного проекта «Историческая память». Его уже поддержали все музеи Казани. А вот из районов пока только 10. Это уже цель на следующий год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачная, высокая, средняя, рыночная. Но если вы ищите низкую ставку, запишите. Выгодная. Банкаверс. Доступная ипотека здесь. Иномарка по цене отечественной? Да, если это Датсон. В декабре с новогодней скидкой до 80 тысяч рублей. Звони в автоцентр Марка. 4 пятерки, 3 семерки. Республиканский конкурс красоты «Ниста Дарстан-2018». Кастинг. 24 декабря. Приглашаются девушки от 14 до 23 лет. Телефон дирекции 29 555 49. Возрастное ограничение 12+. Нужен новый автомобиль? Приходи, поторгуемся. Новогодняя скидка на «Ниссан» 250 тысяч рублей. И это не предел. Звони в автоцентр Марка. 4 пятерки, 3 единицы. Деревенское мясо птицы и субпродукты «Восиного Казань». Деревенский бройлер 140 рублей килограмм. Деревенский гусь 250. Деревенская индейка 220. Деревенская утка 180 рублей за килограмм. Последние 17 дней 2017 года скидка 17%. Первые 18 дней 2018 года скидка 18%. В детской стоматологии «Эксклюзив Дент». Все пропало. Сок творожки закончились. Нужно быстро все купить? Выбираю пятерочку. Конфеты Рафаэлла. 150 граммов. 159 рублей 90 копеек. Хорошо, когда нужное рядом. Пятерочка выручает! Новый год – это всегда веселье, праздничное настроение и чудеса. Чудеса, которые мы создаем сами. «Казань Орксинтез» поздравляет вас и ваших близких с наступающим Новым годом! Добрый вечер! Время новостей спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. Волейболисты «Зенита», выигравшие все титулы, начинают путь к новым вершинам. Первая цель – Лига чемпионов. В Казани команда Владимира Олегна принимала «Грозный Берлин». Этих ребят «Зенит» уже обыгрывал в полуфинале прошлогоднего турнира. Главный тренер Владимир Олегна не стал экспериментировать с составом и не прогадал. С первых минут мощные подачи Будько, Леона, Андерсона и Михайлова вынуждали соперников ошибаться. Немцы смогли дать бой «Зениту» только в третьей партии. Гости цеплялись за каждый розыгрыш и в результате смогли довести дело до победы в сети. На этом чудеса для гостей закончились. 3-1 – уверенная игра хозяев. До Нового года казанцы проведут еще две игры в Москве против «Динамо» и в Новосибирске с «Локомотивом». Дальше ребят ждут праздничные выходные и снова в бой. Я всем доволен. Для того состояния, в котором находимся. Доволен, что выиграли прежде всего. Это на сегодня было самое важное. От мужского волейбола к женскому предстоящий уикенд станет очень важным для казанского «Динамо». 23 и 24 декабря в столице Татарстана пройдет финал четырех женского Кубка России. Помимо хозяек площадки за трофей поборются «Саратовский протон», «Красноярский Енисей» и «Уралочка» «НТМК» из Екатеринбурга. Первый игровой день откроет противостояние «Уралочки» и «Енисея». А вечером любители волейбола ждет матч «Динамо» и «Протона». Игры за третье место и финал запланированы на воскресенье. Напомню, что казанские девушки становились обладательницами трофея три раза. В 2010 году, в 2012 и в прошлом. Пожелаем команде повторения успеха на домашней площадке. Я считаю, что все в порядке, все готовы к борьбе и к хорошей работе, к хорошей игре. И в завершении к новостям фигурного катания. Татарстанская спортсменка заняла второе место на чемпионате России. В Санкт-Петербурге завершился второй вид программы. В парном катании в короткой программе первенствовали Ксения Столбова и Федор Климов. Они опередили коллег по тренировочной группе Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Спортсмены, представляющие Казань и Москву, набрали практически на бал меньше лидеров. Отметим, что воспитанница Татарстанской школы Тарасова в этом году уже стала чемпионкой Европы вместе с Морозовым. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Вы смотрите прогноз погоды и в начале выпуска интересная информация. Спонсор показа изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Быстрый и качественный изготовит кухню по вашим размерам. 3D-проект кухни. Доставка и установка бесплатно. Только в декабре назовите пароль «ДМ мебель» и получите 25% дополнительной скидки на вашу кухню. Данил Мастер. Настало время низких цен. Город Казань. Улица Восстания. 23. Телефон 2. 167. 166. По данным сервиса «Яндекс.Погода» завтра на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево будет облачно и пройдет снег. Синоптики обещают около 7 мороза. На северо-востоке в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге такая же погода и 7 градусов ниже нуля. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызи, Менделеевске пасмурно и снежно. Синоптики обещают минус 7. На северо-западе, Варске, Кукмаре, Балтасе пасмурная погода, пройдет снег и также около 7 градусов ниже нуля. Жители юго-запада Татарстана ожидают пасмурная погода со снегом. Синоптики обещают минус 6. В центральных районах в Чистополе, Альметьевске и Мамадыше слабоморозная погода, будет облачно и выпадет снег. В последующие дни существенных изменений в погоде не ожидается. Осадков станет немного меньше. Внимание! В Казани открылся второй автоцентр «Луидор Казань». Успей купить автомобиль «Газ» по старой цене. Вас ждут по адресу улица Гашика, дом 7. Звоните по телефону 202-38-88. «Газ Луидор» открыл новый автосалон. Успеете купить на выгодных условиях 0% первоначальный взнос. Ваш газ на «Гашика» у нас. Автоцентр «Газ Луидор Казань». Улица Гашика, 7, Сибирский тракт, 59, 202-38-88. Не можете определиться с подарком на Новый год? Нет ничего проще. Ультрасовременная и красивая кухонная посуда торговой марки «Кукмара» станет желанным подарком в любом доме. Вместе с «Кукмарой» вы подарите себе и своим близким незабываемый вкус и аромат праздничных блюд. Встречайте Новый год с «Кукмара». Кукмарский завод металлопосуды – один из ведущих российских производителей. Литой толсостенной алюминиевой посуды под торговой маркой «Кукмара». В ассортименте более 400 наименований товаров. Посуды с антипригарным и декоративным покрытием, товары для туризма и отдыха, формы для хлеба. О погоде в столице Татарстана. Завтра в Казани будет облачно, временами пройдет снег. Температура воздуха – минус 6, минус 8. Ветер западный – до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 750 мм артурного столба, влажность воздуха – 90%. Спонсор прогноза погоды – ООО «Акбарснедвижимость». В ООО «Акбарснедвижимость» квартиры в популярных жилых комплексах Казани с выгодой до полумиллиона рублей. Дополнительная информация по телефону – 295-77-77 или на сайте akbarsdefisdom.ru. Распродажа года в «Акбарснедвижимость». Скидка на квартиры от полумиллиона. Звоните прямо сейчас – 295-77-77. Такие цены только раз в году.